Самый аппетитный бутерброд, самый красивый букет и самую оригинальную поделку выбрали на дне села в Строчкове. К празднику, который проходил второй год подряд, готовились всем сельсоветом и отметили его с традиционным деревенским размахом и щедротой души. В этом убедилась Татьяна Коныгина. Мы Федоре не нужны, мы Федоре негодны. От Федоры мы уйдем, а город другой найдем. Не родила Федора есть, пожалуй, только одна в селе Строчкове, да и та всего лишь героиня шуточной сценки, разыгранной юными деревенскими артистами. А о том, насколько трудолюбив, талантлив и смекалист местный народ, можно судить по тому изобилию, который строчковцы представили на самых различных выставках. И все это они выполнили своими руками. Как, к примеру, Надежда Парфенова. Ее милый желтый цыпленок равнодушно не оставил никого. Свою композицию она выполнила из садовых цветов, которых, как признается хозяйка, у нее не с честь. Есть, говорит, и любимые ромашки. А ромашек нет сейчас, сейчас уже сезон. Распустили столько золотых шаров и хоризонтемы, и розочки. А как делать-то? Вот что? В основу было. Купили в магазине губку. Сделали каркас. Там ее зафиксировали и обкололи цветами. Это очень просто. Много лет занимается цветоводством и Вера Кузнецова. По профессии она доярка. И в самый канун сельского праздника в ее жизни произошло важное событие. Она вошла в число победителей областного конкурса операторов машин и водоения коров. Ну, это наша работа. Выполняли свою работу как надо. То есть разборка аппарата, разборка-сборка аппарата, стояние коров и технология. Просто читали. История моей деревни, как называется. 32. Насколько сложно было поведение. На самом деле, правда, произведение настоящее. Из 32 занято второе место. Мое восоногое детство и отрочество прошло. А сегодня праздник, как праздник? Сегодня замечательно. Нам очень нравится. Опять же, так вот. Поддержим свое настроение. Если нас не будет, то кто же? Если не мы, то кто же? По соседству с шедеврами цветоводов разместились творения, приготовленные местными кулинарами. Здесь от гурманов буквально не было отбоя. А бутерброды от самых простых до изысканных разошлись среди населения в мгновение ока. Ну, а подкрепившись, можно и к прекрасному приобщиться. Я преподаю изобразительное искусство в школе. И сама люблю очень рисовать. И, конечно же, здесь я представила свои работы. С детьми занимаюсь различными новыми технологиями в качестве пейпарта. Вот в данном случае доски мы делали в этой технике. Это ребята учатся скручивать бумагу. Развивается мелкая моторика рук. И украшаются различные доски. Это туалетная бумага. И салфетки можно использовать. И вот здесь представлены экспериментальные работы. Немало на сельском празднике было и гостей. Умельцы из Гороца и Заволжья не только привезли свои работы, но и щедро делились секретами своего мастерства. Каждый желающий мог буквально за несколько минут смастерить себе на память куклу-оберег. Кукла-травница. Она все время набивалась травой. Ставили ее в красном углу или около кровати. Ей не делались глаза. Ну, козочка она... Козочка-веселушка. Это, конечно, зимняя куколка. Больше новогодняя. Но все говорят, что своей хозяйке, кто ее делает, у кого она есть, она придает веселости, резвости. От каких-то проблем ограждает. Я сделала куколку-козлик и еще грача. И вот такую, и вот такую куколку. Их было не очень трудно сделать, особенно вот это. Ну, чуть-чуть потруднее, конечно, козлика делать. Но все-таки интересно. А по камушкам, а по камушкам, А по камушкам речка лежит. В даре далекую морю синий. Хоть ее беспокойно лежит. А пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока многое в облако нашей родной территории, села Строчково, Кумахинского сельсовета. Я очень люблю свое село, я горжусь, что я здесь живу на протяжении уже 23 лет. Здесь замечательные люди и очень радует то, что стали организовываться в данной празднике. Буквально второй год это все возобновилось, все благодаря председателю нашего колхоза, а также главе администрации. В общем, спасибо всем людям, которые занимаются организацией данного праздника. Все очень весело, детям весело, взрослым весело. Хочу, чтобы такие праздники проводились как можно чаще. Я люблю и горжусь своим селом. Я люблю и горжусь своим селом. Субтитры делал DimaTorzok